Очищение дома, для чего мы его делаем и как оно нам помогает. Тема сегодняшнего видео. Привет, я Дарья Поздняк. Сегодня мы поговорим об этом. Так как на прошлое видео поступило много вопросов, и сегодня я пролью на это свет. Когда я первоначально пошла учиться на науку ВАСТу, нам рассказали про такой интересный инструмент, как очищение пятью элементами. Я думала, что это нужно сделать там, ну, один-два раза, и на этом всё. Потом я втянулась, оказалось, что очень классные результаты, и я стала делать это на регулярной основе. Я научилась делать это быстро, и сейчас я вам расскажу, в каких ситуациях я встаю и иду делать очищение. Например, у вас кто-то заболел, или вы сами заболели, чувствуете себя не очень. Я встаю и иду делать очищение. Это пять, десять, пятнадцать минут, в зависимости от того, какого размер квартира или дом. Я сделала. Как это работает приблизительно? Смотрите, чтобы нам принимать важные решения, нам нужно быть в балансе. Нужно быть спокойными, хорошо мыслящими людьми. Когда речь касается мужчин, им это проще. У нас, у женщин, такой другой переменчивый тип. У многих очень, очень большой процент женщин имеет такую структуру, нервную немножко. И нам нужно себя выровнять. Так вот, и только из этого состояния мы можем принимать хорошее, нормально, адекватное решение. Когда я уже половину очищения сделала, я уже чувствую себя лучше. То есть я чувствую, что я спокойна. У меня как будто внутри что-то успокаивается. И когда я очищение уже завершила, я довольно спокойно себя чувствую и могу принимать какие-то решения. То есть если это что-то по здоровью, то мне начинают приходить ответы. Что мне делать, куда мне обратиться. Потому что даже чтобы пойти к врачу, нужно понимать, к какому врачу нужно пойти. Куда пойти, куда записаться, куда позвонить, с кем посоветоваться. То есть вот эти все вопросы, потому что мы не все так прям прикреплены куда-то, чтобы точно знать, куда бежать, если что. Потом бывают такие ситуации, которые не подходят под эти пункты. Вот. Это первый пункт, значит. Если что-то по здоровью у меня или у моих близких. Муж заболел, я то же самое делаю. Вот. Я очень много слышала про как работают с детьми и с маленькими. То есть если в семье маленький ребенок заболел, наверное, вы знаете, что первоначально, даже если вы приходите к какому-нибудь доктору, там, к остеопату или к какому-то еще, он будет, если ребенок маленький, доктор будет разбираться с мамой. Потому что мама где-то понервничала, что-то себе запретила, где-то себя предала. И из-за этого вылезла у ребенка. И когда он у мамы решает вопрос, даже если, например, остеопат, у него мама лежит на столе, он с ней поработал, хоп, у ребенка уже все прошло. Вот так это работает с маленькими детьми. В данном случае так же примерно работает и очищение. То есть опять же, получается, у нас что-то с женщиной случилось, с матерью, если детей нет, то женщина, она как хранительница очага, все равно она вырабатывает энергию ману. Только женщинам она приходит, мужчины не могут ее выработать никак. То есть получается, все равно женщина в семье, она энергетический такой центр. Она вырабатывает эту ману. Мана распространяется по всем, кто живет в доме. И наполняется, соответственно, если у нее в доме мужчины, они этой маной наполняются. Эта мана всем нужна для того, чтобы быть живыми и счастливыми. Но если у женщины происходит какой-то коллапс, она не может эту ману вырабатывать. Соответственно, вокруг нее мир лушится. Ее мужчины начинают недополучать. И все начинает как бы рушиться. Так вот, очень важно, чтобы женщина умела себя восстанавливать. Вот этот вот, так как я довольно нервный тип, для меня это очень важную, очень серьезную роль сыграло в моей жизни, потому что мою совершенно неустойчивую структуру очищения может выровнять. Реально. Попробуйте. Скоро я запишу видео о очищении пятью элементами. И здесь, вот здесь, добавлю ссылочку. Или в описании под видео будет ссылочка на это. Вот. И я научилась таким образом себя выравнивать. То есть получается, что у нас женщина в таком непонятном дерганом состоянии идет делать очищение. В этот момент у нее внутри все успокаивается и стабилизируется. И из состояния баланса, гармонии она может уже какие-то принимать решения. Вот. То есть понять, если это по здоровью, там, что куда как звонить, как лечить и так далее. Куда обращаться. Второй вариант. Если у вас ссоры, конфликты, например, происходит, то есть вы вроде бы даже любящие люди, вы говорите вроде бы о нормальных вещах, и вроде бы ответ должен быть нормальный, то есть ничего криминального вы не пытаетесь протолкнуть никакую криминальную мысль. Но почему-то все равно вас не слышат, и все натыкается на какой-то скандал. То есть вы никак не можете из этого замкнутого круга выйти. Вроде бы все адекватно. Люди говорят, если у тебя проблема, поговори, надо просто поговорить. Вы приходите, говорите, какой-то коллапс происходит все время. Вот. Так вот, если вот так вот страсти накалились, нам просто нужно сделать очищение. Сделать очищение, понять, что внутри все спокойно, внутри баланс. И из этого состояния баланса, стабильности, хорошего, адекватного состояния, из этого состояния идти спокойно опять разговаривать. И, как правило, все всегда происходит совсем другим образом. У меня было так, что мы с мужем там с вечера поругались там ужасно. Вот. Он уходит на работу, я, значит, днем делаю очищение, он вечером приходит, и у нас все отлично. То есть вот просто как будто бы ссора не бывала. Я чувствую себя абсолютно в балансе. Абсолютно не понимаю вообще, с чего мы так поцапались. И он тоже приходит, добрый, и у нас все хорошо. То есть такое просто вот делается вообще на раз-два легко. Вот. И какой у нас еще есть третий вариант? Если вам нужно куда-то обратиться, у вас какое-то важное дело, там, не знаю, вам нужно пойти куда-нибудь в управляющую компанию, или там в какую-нибудь там Неск или еще куда-то, что-то, какие-то бумаги написать, и вам нужно, чтобы ваше это дело, оно прошло быстрее, чтобы вас меньше гоняли за всякими бумажками дополнительными, в меньшие инстанции обращаться, чтобы вот ваше дело, или вы устраиваетесь на работу, вот, и вам нужно собеседование пройти хорошо, или еще какое-то такое вот важное дело вам нужно, куда-то вы едете, вам надо, чтобы поездка прошла гладко, дорога прошла гладко. Вот. Во всех этих ситуациях просто делайте очищение. Я уже объяснила, почему. Потому что оно нас стабилизирует. Это если с одной стороны посмотреть. Также есть много других сторон, с которых смотрят на это очищение. Кто-то говорит, что там во время очищения энергия в доме обновляется, уходят всякие там сущности и так далее, которые к нам любят подселяться на нашу негативную энергию. То есть, например, если я хожу, переживаю, нервничаю все время, то на эту нервную энергию могут подселяться различные сущности в нашем доме обитать. Они этим питаются. Когда вы делаете очищение, вы приводите себя в баланс. И эти все отваливаются. То есть вы остаетесь с собой на один-на-один. Кто-то объясняет это тем, что вы, проходя, грубо говоря, со свечой, выкуриваете этих сущностей, и им свеча не нравится. Я не знаю, что на самом деле из-за этого правда. Возможно, и так, и так это работает. Но я как бы не могу сказать за сущности и все прочее. Я не могу это проверить. Я могу только по своему состоянию говорить. Состояние, да, состояние классное. То есть, что бы мне не нужно было делать, я всегда делаю очищение. Элемент номер один. Если мне надо ехать куда-то перед самолетом. Вот в прошлом году я очень много летала, очень много летала. Всегда делаю очищение. Если я сама не успевала, я говорила, мама, давай, делай, я побежала в аэропорт. И у меня даже так было. Я маме звоню из аэропорта, говорю, так, всех отправляют в Анапу. Через Анапу. Я в Анапу не поеду. Я не поеду, я буду отказываться. Давай, все самолеты отправляют в Анапу. Мне надо в Москву напрямки. Фигач, говорю, очищение. Мама такая все ставит. Хоба. Я уже такая продумала, что я буду делать, если сейчас скажут, что вам на Анапу такой-то рейс. И тут они объявляют мой рейс, типа на посадку. Я такая смотрю, думаю, блин, не верю своим глазам. Бегу, значит, нас сажают в самолеты, мы летим напрямки до Москвы. Без Анапы, без всего, долетаем, все хорошо. Вот так работает очищение. Вы понимаете? Все остальные рейсы, несколько штук отправили в Анапу, а мы улетели. Вот, друзья. Очень много всяких моментов, в которых вы очищение можете применить. Я теперь просто в любой непонятной ситуации всем говорю. Не знаешь, что делать? Делай очищение. А какие виды очищений бывают, мы с вами поговорим, и я ссылочки на эти очищения обязательно приложу под этим видео. Что-то, может быть, будет всплывать здесь в подсказке. Вот так. Надеюсь, вам это видео было полезно. А с вами была Дарья Позняк, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok